Сегодня поговорим про базы данных на UI-стороне, не на сервере и не под Node.js, а именно в браузере. Вот такая штука, про которую как-то нечасто говорят в нашей работе, ее действительно нечасто используют, но тем не менее этот стандарт браузерами сегодня поддерживается, вот его можно использовать в своих решениях. Так что как минимум для того, чтобы знать про всякие новые штуки, которые есть в браузерах, вот эта лекция и будет. Она будет относительно поверхностная, ознакомительная, скорее просто, чтобы дать вам понимание, как это работает, как это можно использовать и для чего это можно использовать в ваших проектах. Так, что-то она не переключается. Так, пару слов обо мне, чем я занимаюсь. Я уже давно занимаюсь разработкой, грубо говоря, 19 лет. Начинал с ассемблера вообще, с C-шки и C++, какое-то время писал на джулии и последние лет 9-10 уже дживоскриптом занимаюсь. У меня зона интересов, это интерпретатор виртуальной машины и, собственно, UI в последнее время. Вот. Значит, о чем мы сегодня поговорим? Я расскажу поверхностно про технологию. Ну, одну секундочку, ребята. Расскажу про технологию баз данных внутри браузера. Покажу пару примеров. Вот. И все, по сути. Слушай, она не хочет переключаться. Окей. А такой вопрос вот ко всей аудитории. Как вы думаете, где можно хранить данные на стороне UI? Где бы вы их хранили, в принципе, в браузере? Кэш. Какие данные? Любые строки, массивы, там, какие-то значения, числа, все что угодно. Данные. Ну, не sensitive в сториджах. В сториджах, конечно. Окей. Local storage, да? Окей. Раз. Local storage. Что еще? Session storage. Session storage. Два. Еще. Cookie. Cookie. Согласен. Три. SQL. SQL. Так. Ну, веб SQL есть такой. Окей. Четыре. Так. Еще осталось то, как минимум, у меня раз, два, три пункта. Ну, четыре даже. HTML. Ну, окей. Можно засунуть невидимым. Невидимым. Да, да. Ну, в принципе, в самом JavaScript, на самом деле, тогда уже можно хранить. Скорее вопрос в том, что если мы нажмем в 5, да, обновим страницу, все эти данные как бы исчезают. Имеется в виду, где мы можем хранить между загрузками и перезагрузками страниц. Я бы еще выделил здесь несколько пунктов. Вот вы назвали первые cookie local storage, session storage. Еще есть файл API, есть кэш API, есть индексы DB, про которые мы сегодня поговорим, WebSQL, про которые мы сегодня поговорим. Вы это назвали. И, в принципе, клауд и сервер. Хотя я тут сам себе противоречу. Клауд и сервер все-таки это уже не браузер, это уже удаленная штука. И вот я красным его означил. Это, собственно, стандартный способ хранения данных. Обычно на той стороне хранятся базы данных, какая-то там бизнес-логика или какой-то там storage. Мы о нем особо не заморачиваемся, потому что для нас это не очень важно. Значит, такой следующий вопрос. А где мы можем юзать вообще вот базы данных, вот такие storage, которые мы перечислились? Вот в каких типах приложения, где бы вы их юзали? Зачем на UI вообще хранить данные? Это вопрос к аудитории. Как вариант для того, чтобы оффлайн было доступно больше юзеров. Оффлайн-аппликации, супер, это первый пункт. Что еще? Кстати, много аппликаций именно так и работает. То есть, если у вас нет текущего, ну, например, Google Docs. Если вы откроете документ, да, вы начнете там тайпать, то все эти люди, которые сейчас законнекчены к этому документу, они видят, что вы тайпаете. Или там Excel, ихняя версия Excel. И если вы при этом отключите интернет, вы дальше сможете набирать свой текст, он будет сохраняться. Когда вы подключите следующий раз, то текст засинхронизируется. Собственно, идея такая-то. Что еще? То есть, оффлайн-аппликации. Первое. Массивы данных, которые затратно в оперативе, хранить. Хранить в базе. Ну, окей. Перформанс. Перформанс. Что именно? Ну, чтобы не делать, допустим, кучу уколов постоянно. А, якс-реквестов ты имеешь в виду? Типа кэшить данные. Окей. UI кэш. Согласен. UI кэш отлично подходит. Ну, окей. Не буду вас мучить. Значит, мы назвали оффлайновые аппликации. Это, значит, различные программы UI-ные, которые генерируют данные. То есть, в принципе, раньше распределение было достаточно четкое. То есть, все, что касается логики генерации данных, хранения данных, это всегда был бакент. А на UI ничего не хранили. И ничего не вычисляли обычно. Если мы говорим про какие-то вычислительные возможности аппликации, это всегда был бакент. Вот. Сегодня немножко это все сместилось, потому что JavaScript стал быстрый, и мощности у нас немножко другие. То есть, в принципе, мы можем говорить о неком просчете, о каком-то вычислениях на UI. То есть, если говорим, например, про искусственный интеллект, есть уже там и TensorFlow, и всякие такие штуки, которые именно на UI работают. Вот. Поэтому это аппликации, которые генерируют каким-то образом данные. Мы можем сохранять разные виды стейта, такие совсем банальные штуки, там, размер окон, сортировку в грядах, там, и так далее. Сохранение сессии, игрушки. Вот. Представьте, что у вас какой-то там Super Mario, в который вы играете, вы сохранили уровень, и вам, в принципе, бакент не нужен для такой игрушки. Вам хватит одного HTML файла со всем JavaScript, CSS, внутри там. В принципе, это может быть вполне рабочая игрушка под браузер. Вот, UI кэш и backendless application. В принципе, backendless application и offline application еще похожая штука. Это, грубо говоря, все, что без backend. Окей. Значит, первый пункт это WebSQL. WebSQL это первый стандарт, про который мы сегодня поговорим. И, в принципе, это стандарт старый. V3C на него забило, и сказали, что вот в 2010 году они сказали, что sorry, чуваки, и мы это больше не поддерживаем. В основном мы тут как раз называли предыдущий SQLite. Это имплементация. Это классическая реализационная база данных. То есть вы можете открыть браузер, зайти в applications, там есть WebSQL, и там, грубо говоря, прям будет консоль. Можете втайпать туда query. Я сейчас покажу маленький пример. Я даже не хочу его сейчас запускать, потому что, в принципе, учитывая, что этот стандарт не будет поддерживаться, вам вряд ли он понадобится в будущем, разве что для каких-то там своих экспериментов. То есть в больших проектах я бы не советовал этим пользоваться, потому что стандарт не развивается, и, по сути, все сказали, что мы его саппортием только для обратной совместимости. То есть, в принципе, у этой штуки будущего нет. Здесь небольшой пример того, как можно с этим работать. Это не особо отличается от того, как вы работаете с базами данных в других языках. То есть я постарался сделать наиболее короткий пример. Вот в четвертой строке мы создаем баз данных с именем IDB, первой версии, с таким записанием. Вот этот вот последний параметр, где 2 умножить на 1000 до 4 умножить на 1000 до 4, это приблизительный ее размер. Дальше мы создаем две транзакции, вот в седьмой и в пятнадцатой строке. И заметьте, что у каждой транзакции есть callback-функция. То есть это не синхронная операция. Дальше внутри callback мы запускаем 3 SQL-реквеста. Как бы мы создаем таблицу, инсертаем туда 2 каких-то значения, и после этого просто выводим куда-то там в дом документ, что мы все сделали, мы закончили, что 2 рядка было вставлено. Вот, собственно, вот это сообщение справа вверху. Дальше во второй транзакции мы эти же данные, которые мы уже вставили, мы селектаем. И вот этот вот весь кусочек кода внутри, это на самом деле не нужно его понимать, это просто вывод на экран того, что там в базе данных мы получили по вот этому реквесту. То есть мы, по сути, говорим, возьмем все строки, которые там есть, и выведем их на экран. В конечном итоге мы просто вот эти 2 строчки, которые мы и сохранили раньше, мы их сюда и вывели. Окей, то есть есть стандартный интерфейс из того, что вам нужно запомнить. Есть WebSQL, сегодня поддержка в браузерах, и вы можете прям в консоли там, ну, либо с вашей аппликацией с этим работать. Документация на эту штуку тоже есть. Но будущего ее нет. Так, это я тут показываю, с чего она состоит. Окей, по поводу индекса DB, это вторая штука, про которую важно говорить, потому что этот стандарт поддерживается, и у него есть будущее. Это то, что, в принципе, браузеры и дальше развивают, и саппортуют. Этот стандарт несколько менялся со временем. Ну, грубо говоря, это асинхронная база данных, NoSQL база данных, с которой вы можете работать прямо в браузер. Можете работать с консоли, можете работать там с вашего JavaScript, кода в HTML, как угодно. Значит, особенности индекса DB, как я уже сказал, это NoSQL база данных. По поводу security, security очень похожа на local storage, то есть ваши данные будут привязаны к домену. Если вы заходите на какой-то там сайт google.com, то вся база данных будет привязана именно к Google. Если вы заходите на другой сайт, там этой базы данных уже не будет. То есть вы не сможете, грубо говоря, с консоли обратиться к своим данным, находясь на другом домене. У нее асинхронный интерфейс, то есть это не синхронная штука, где вы сделали реквест, получили сразу данные. Нет, вы делаете реквест, у вас есть коллбек, и когда-то он вызовется, тогда вы получите свои данные. Как ни странно, у этой штуки интерфейс, ну, то есть она использует коллбеки. Поэтому обычно с индекса DB все там производители библиотек, которые с ними работают, они обычно пишут либо свой вариант промисов, либо берут какую-то библиотеку с промисами, чтобы с этим было проще работать, которые оборачивают, собственно, эти коллбеки, и вся работа осуществляется через промисы. Окей, по поводу размера. Стандартный вопрос, сколько можно там хранить данных. Если верить, вот здесь есть ссылка, вот если вы потом будете смотреть эту презентацию, чего обычно люди не делают, можно будет кликнуть по этой ссылке, и там можно прочитать, как считаются квоты на сколько дискового пространства вы можете использовать под базу данных. Если очень грубо сказать, то это половина вашего дискового пространства. То есть если у вас там 128 гигабайт пинчестера, то вы 64 гигабайта можете использовать под базу данных. Так, еще из особенностей вы можете хранить, по сути, бинарные данные, можете хранить, ну, по сути, конкретный набор бит, который вам нужен. То есть, например, типизированные массивы сюда подходят, какие-то строки с кастомными характерами внутри и так далее. То есть не только стандартные типы, которые есть в JavaScript, я имею в виду number, там, string, object и так далее, но еще и вот блобы. Окей, по поводу поддержки, в принципе, выглядели так, что эта штука поддерживается практически везде, вот только Opera Mini, ну, хотя, в принципе, я не думаю, что много пользователей и разработчиков работают с Opera Mini, поэтому можно сказать, что эта штука поддерживается во всех каузерах сегодня. Несколько таких основных топиков, как это работает. Значит, внутри баз данных есть понятие, собственно, баз данных. Баз данных — это очень похоже на то, что есть в классических революционных баз данных. То есть это просто хранилище всего, всех ваших таблиц, грубо говоря, которые есть. Вы можете, разумеется, создавать несколько баз данных, если вам это нужно. Значит, Object Store. Object Store — это некий аналог таблицы, то есть это, ну, Storage, хранилище. Хранилище, куда вы будете сохранять, собственно, свои данные. Это как бы примеры сейчас покажу, будет понятно. По поводу индекса — это тоже похожее понятие, то есть когда вы можете взять несколько или один из столбцов ваших данных и создать как бы отдельную таблицу, такую индексированную, по которой вы точно так же можете делать query, выбирать оттуда данные, удалять там, insert и так далее. Ну, и транзакция — это, в принципе, то же самое, как и в революционных базах данных. Это нечто неразрывное, то есть вы можете сделать несколько операций, положить его в одну транзакцию, и эти операции не могут выполняться по отдельности. Они выполняются все скобом. Если одна из операций не выполнилась, то вся транзакция считается как бы… Ну, она отменяется, она… Все действия, которые были выполнены внутри этой транзакции, если она не выполняется до конца, они просто ревертуются. Таким образом так работает транзакция. Небольшой примерчик. Давайте на нем вначале посмотрим, потом мы его запустим в консоли. Значит, это, опять же, я постарался сделать минимальный пример с минимальным количеством строк. Это пример того, как можно записать и вычитать из базы данных буквально пару строк без использования каких-либо библиотек. То есть это нативный API, который предоставляет нам BOM, Browser Object Model. Опять же, здесь очень упрощено сейчас, то есть нет проверок дополнительных, например, что индексы DB, то есть, по сути, можно написать window.index.db этого объекта, в принципе, может не быть, если вы используете, к примеру, Opera Mini. Но, тем не менее. Значит, что здесь происходит? Здесь мы создаем базу данных, которую мы называем MyDatabase. Единичка означает версия базы данных. Версия — это штука важная, потому что, когда вы захотите апгрейднуть версию, например, на вторую, то при этом могут создаться новые таблицы, добавятся новые данные. По сути, происходит стандартный процесс апгрейда. Поэтому, если вы два раза вызываете OpenDatabase одной и той же версией, то это означает, что как бы технически ничего не происходит. Просто открывается та же база данных, и вы получаете доступ к данным. Если вы указываете новую версию, то вызывается вот этот хендлер, он upgrade needed, и вы здесь делаете все, что вам нужно. Дальше создается вот схема. Здесь сейчас не нужно особо вникать. Дима, у тебя звук пропал. А сейчас? Нормально. О, окей. Значит, мы здесь в седьмой строке создаем так называемый ObjectStore. Это как раз тот аналог таблицы, про который я говорил. Говорим, что ID — это будет ключ, по которому все данные будут индексироваться. И также создаем индекс. Это отдельная таблица, по которой мы будем точно так же делать наши реквесты с last и first name. Искренне там какие-то переменные. Ну, это просто сделано для наглядности. Для наглядности. Значит, onSuccess, после того, как storage и индекс будут созданы, мы попадем в onSuccess и запустим несколько транзакций. По сути, вот все происходит в 19, 20, 21 строке. Есть стандартный оператор put, который вот прям вот, видите, мы, по сути, мы туда объект ложим. Обратите внимание, что когда мы ложим объект, не все из заявленных полей должны... На самом деле мы сюда любой объект можем ложить. В данном случае вот только ID должно быть в этом объекте. Вот здесь его значение 1, 2, 3, 46 и 678, 90. Все остальные поля, они custom. В принципе, noSQL по боку, что вы туда ложите, и он как бы в таком виде просто вот пытает JSON и положит. Дальше в 23, 24, 25 мы делаем query, то есть мы уже обращаемся к конкретному ID, в данном случае get с 12346. По сути, говорит, дай мне, пожалуйста, запись вот с таким ID. Вот это все. И опять же onSuccess у Джона. Мы выводим результат и получаем, что Джон это у нас как раз запись с ID 123, 46. Ну и там Bob, это 678, 90. TxComplete, DBClose. Да, ну и в конце 31 мы просто закрываем базу. То есть из этого примера вам нужно понять, что есть как бы нативный API, он чуть-чуть сложноват для первый раз, если на это смотришь. Но обычно все библиотеки, которые мы используем, они просто каверуют его и предоставляют им более простой API. Я сейчас покажу другой пример, где вы увидите, что там, грубо говоря, в половину это все уменьшается. Здесь есть понятие таблиц, здесь есть понятие базы данных, здесь есть понятие версии базы данных, здесь есть понятие индекса, который можно создавать, это как бы дополнительно индексируемая таблица, есть понятие транзакции. Ну и все это нативно работает по JavaScript, работать с обычными объектами, числами, строками и так далее. Давайте сейчас попробуем эту штуку прямо в браузере запустить. Что я делаю? Я открываю просто консоль. Консоль. Так, всем видно консоль? Да. Супер, супер. То есть я просто скопировал вот тот пример, который мы с вами только что рассматривали, прямо в консоль и его, собственно, запускаем. Давайте перед запуском я вам покажу, что он индекс FDB, да? На текущей странице там что есть. Вот мы стираем все, что там есть. У нас чистый индекс FDB, refresh, все. Сходим еще раз в консоль, нажимаем Enter. Вот в данном случае мы, кстати, видим, что в консоль выявился Джон и наш Боб. Это вот те данные, это вот сработали вот эти вот строчки. Окей, если мы сейчас зайдем в аппликацию, обратите внимание на то, что индекс FDB не поменялся. Он показывает дальше, что он пустой. Интерфейс между самой физической базой данных, которая находится в вашей файловой системе, либо в памяти, либо где она там находится, и UI, которая предоставляет DevTools, он асинхронный. В данном случае нам просто нужно сделать refresh, и вот вы видите, что наша база данных как раз здесь появилась. Здесь очень примитивный такой интерфейс, потому что вы можете с ней делать, там можете удалить, рефрешнуть, можете просмотреть эти данные. Тут простая очень навигация есть по этим данным. Вот наш индекс, который мы создавали. Наши JSON-чики. Вот, собственно, вот и все. Ну и прям здесь, соответственно, ее можно удалить, как я, собственно, вначале сделал. Чек, чек. То есть это все нативно поддерживается. Идем дальше. Так. Теперь небольшой пример с использованием какой-то одной из стандартных библиотек, стандартных. Их на самом деле много на рынке, я там буквально выделил три интересных, с которыми мне было удобно работать. Первая, достаточно известная, это Dixie.js. Она просто каверит этот стандартный интерфейс API, который вы только что видели, и предоставляет свой более упрощенный. Вот тот же самый пример, точнее, очень похожий пример, который мы видели только что, реализован на Dixie. То есть мы создаем базу данных, как instance класса Dixie. Говорим, что у нее первая версия, говорим, что у нее будут такие таблички, в данном случае friends, и там будут такие столбцы, как id, name и age. Причем плюс-плюс перед id означает, что система сама будет инкрементировать этот идентификатор, то есть вам не нужно за это беспокоиться. То есть если вы в данных не передадите поле id, оно автоматически будет добавлено туда, в самой библиотеке. Дальше мы добавляем какой-то произвольный JSON нашу базу данных в таблицу friends. Заметьте, то есть мы как бы создали таблицу friends, и дальше прямо в нее добавляем. И обратите внимание, здесь есть что у нас, id, а id даже нету. Есть name, есть age, есть street. Вот опять же пример с street, там говорит о том, что в принципе новый SQL базу данных все равно, какой JSON вы туда ложите. То есть вы говорите, что должно быть name и age, а все остальное, ну как бы нам не очень важно, мы можем это игнорировать, но оно будет сохраняться. И последнее с 12 строчки, это мы делаем такой похожий на классический SQL request. Мы говорим, что мы хотим из базы, из таблицы friends получить записи, в которых возраст меньше, чем 75. В данном случае 25 это меньше, поэтому мы на выходе при конвертации в array, вот в 14 строке мы должны получить вот этот рекорд. Давайте этот пример тоже запустим, посмотрим, как он сработает. Так. Значит, еще раз разрушнем, заходим в консоль. Так, только для начала нужно все-таки саму библиотеку Dixit сюда скинуть. Давайте сделаем это прям здесь. Таким небольшим хаком, но для демонстрации этого будет достаточно. то есть я просто сверху уложу библиотеку и давайте даже разделим это на два кусочка, чтобы все дан с библиотекой. И наш пример. На выходе мы, по сути, должны получить, вот в результате выполнения вот этой последней строчки, мы должны получить вот эту запись из базы данных. Ну и, собственно, сама база данных должна содержать. Так, вот наш рекорд, который мы запрашивали. Смотрим базу данных. Здесь снова пока ничего нет, пока мы не рефрешнули. Вот наша My Database, вот Friends, который мы создавали с единым рекордом. Кстати, если есть вопросы, можете меня прерывать, не нужно ждать до конца. Окей. Кстати, есть нюанс по поводу того, когда запускаешь какие-то скрипты просто в новой вкладке, то есть в данном случае здесь нет никакого домена, на самом деле он есть, и он будет одинаковый для всех новых вкладок. То есть если вы создадите другую вкладку, и здесь запустите DevTools, и здесь в скрипте попробуйте доступиться к этой My Database, которую мы только что создавали в другой вкладке, вы таки будете иметь к ней доступ, потому что Chrome считает, что это один домен. как бы какой-то там, это даже не локал хост, это какой-то вот локальный на вашем компьютере домен. Я еще пока сам не знаю, какой, но тем не менее, в примерах, когда я в предыдущий раз читал презентацию, я как раз заметил, что сама база данных, она, собственно, видна между табами. Так. Значит, продолжаем с презентацией. Какие еще библиотеки есть? Из тех, что я мог для себя отметить, Dixie.js, LocalForge, Forage и PunchDB. Значит, LocalForge — это больше… это библиотека, которая очень похожа на LocalStorage. Она такая более простая, она тоже работает по принципу KeyValue. То есть вы, по сути, по ключу можете как положить данные, так и вытащить. То есть интерфейс там очень-очень-очень простой. В данном случае Dixie имеет более расширенный API. То есть там и requests эти можно делать, и числа больше, меньше, где там строка равна тому, где даты есть и так далее. PunchDB тоже похож на Dixie в этом смысле. Он такая более мощная библиотечка, которая вот коврит этот стандартный API, индексы DB. Что можно почитать по этой штуке? То есть на самом деле литературы достаточно много. Есть то, что я читал от MDN. На MDN хорошо описано, плюс на гугловских ресурсах есть описание того, как работает индексы DB. Ну и интерфейс, как бы, да, стандартный интерфейс, который поддерживается, там usage, support. Это просто ссылки, которые здесь представлены, они сжаты, поэтому тут непонятно, куда они ссылаются. Это для тех, кто захочет немножко почитать. Окей, вопросы, друзья? Тебе на Prode уже удавалось поиспользовать это только в образовательных целях? Я это использовал на своем проекте. В Prode на работе мы это не использовали. У меня была задача сохранять деревья. То есть когда рисуется такой большой граф, и нужно иметь доступ к разным веткам этого графа. Собственно, для этого я использовал индексы DB, она достаточно прикольно работает. Я очень-очень большое дерево сохранил. То есть там на нескольких мегабайтах. То есть ты можешь представить, там если... Ну это очень большое дерево, да. А как с производительностью? Сори. Ну, ты говорил, там есть альтернатива local storage, вот есть вот KUEL, все-таки по сравнению с local storage, что быстрее будет. Ну, local storage, понятно, там 10 мегабайт, но все-таки если понадобится, что быстрее будет, это индекс DB или local storage? Я думаю, индекс DB будет немножко медленнее, потому что это все-таки полноценная база данных, и она рассчитана на то, что ты имеешь возможность сохранять большие объемы данных. Потому что, по сути, что такое local storage, это если совсем грубо, это объект. Это объект, где ты прям ложишь по ключу значение. Это хешмап. В данном случае я не мерял, не буду врать, но мне кажется, что как минимум из-за того, что мы юзаем какую-то библиотеку, которая дальше на низком уровне юзает стандартный API, а та штука, в свою очередь, поднизу умеет базу данных, то оно, в принципе, должно работать медленнее по логике. Но плюс этого не в скорости, а я думаю, там скорость не будет прям такой уж большой, и разве что ты будешь в реальном времени, там, в таком полубесконечном цикле, пихать туда данные и оттуда доставать. Да, тогда ты уничтожишь свою страничку. Но, в общем-то, из-за того, что она асинхронная, ты не особо замедляешь работу своей аппликации. То есть ты там забросил данные туда, когда твой кулбэк вызовется, ну, черт его знает. Поэтому, в принципе, как и все остальное, оно работает как таймеры. Можно сказать, что таймеры там сильно замедляют работу аппликации? Ну, не особо, как мне. То есть у меня не было каких-то там серьезных проблем с производительностью, разве что вот совсем очень много данных мы сохраняем. То есть, скорее, ответа нет. Проблем с производительностью больших нет. Абсолютно все операции асинхронные. То есть веборкер вообще можно не использовать при работе. Да, там в этом идея. То есть там используются коллбэки, но в данном случае, в моих примерах, используются промиссы. Но промиссы, они просто каверуют коллбэки. Внутри это все равно коллбэки. Но коллбэк асинхронный. То есть ты делаешь, например, всю транзакцию или записываешь что-то в базу данных, у тебя как бы, как в Node.js, ты берешь какую-то операцию, производишь, она где-то там в виртуальной машине по факту в нескольких потоках крутится, и когда-то в будущем к тебе в коллбэк придет управление. То есть да, оно все асинхронное. Поэтому оно, собственно, и не тормозит. Понял, спасибо. Еще вопросы? Всем все понятно. Окей. Ну, раз нету, то я еще спрошу. А эти библиотеки, они ОРМ какое-то поставляют? Ну, как, например, Монгуст для Монги, или они чисто вот покрывают интерфейс и все? Или это отдельно можно как-то доставить? Смысла нет, может. Расшифрую ОРМ, чтобы я тебя хорошо понимал. Ну, в общем, Object-Related, то есть там, где модели создаются, чтобы в основном ты пихаешь базу, а сначала создаешь как бы шаблон, и по нему там... Нет, нет. Тут же как бы идея в этом, понимаешь, что ты можешь как раз произвольный объект пихнуть. Я же показывал как раз вот этот пример. Сейчас. Вот что у меня был, да? Что вот здесь... Нет, это понятно. Ну, например, есть Монго, да, в котором тоже там понятие документа, в котором ты можешь сохранить все, что угодно, но к нему можно доставить тот же Монгуст, который позволяет... Проконтролировать, что конкретно пихать. Да-да-да, то есть там происходит валидация, да, то есть вместо Васи там согранишь цифру или что-то, чтобы тебе там выплюнуло ошибку. Ну, это хороший вопрос. Это на уровне API, думаю, такого нет, но это может быть только на уровне библиотек. Если сами библиотеки поддерживают, вот то, о чем ты говоришь, валидацию и так далее, чтобы контроль был за тем, что ты действительно правильный объект, ты туда ложишь, то да-да. Но на уровне как бы базового API, который браузер предоставляет, я думаю, что этой штуки нет. Я не думаю, я более чем уверен. Ну, как всегда, есть возможность зашибиться. Нет, думаю, ответа нет. Если все, то все. Женя, тебе слово.